Программа выходит при поддержке областной клинической больницы. Областная клиническая больница. Ваше здоровье. Наш престиж. Врачи допускают, что новый штамм коронавируса омикрон получит глобальное международное распространение и вытеснить штамм Дельта с позиции доминирующего варианта. ВОЗ объявил омикрон вариантом, вызывающим озабоченность. Это означает, что он относится к вирусам, который характеризуется более высокой трансмиссивностью и более тяжелым заболеванием, а также снижением нейтрализирующих его антител, выработанных организмом во время предыдущей инфекции или вакцинации. На сегодня вариант Дельта продолжает оставаться наиболее доминирующим штаммом коронавируса. Однако ВОЗ объявила, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения омикроном. То есть, люди, которые переболели COVID-19, могут заразиться вновь, если подвергнутся атаке омикрон-штамма. В свою очередь, Южноафриканская медицинская ассоциация раскритиковала эти опасения как чрезмерные и заявила, что омикрон вызывает только легкую форму заболевания. Американская компания Pfizer на фоне появления штамма коронавируса омикрон уже начала разрабатывать новую вакцину. Она может быть создана менее чем за 100 дней, сообщил глава компании Альберт Бурла. По его словам, есть вероятность, что существующие вакцины могут быть менее эффективны в борьбе с новым штаммом. В связи с этим могут потребоваться новые вакцины. Мы уже начали в пятницу. В пятницу мы сделали матрицу ДНК, что является первой частью процесса разработки новой вакцины. Мы уже много раз заявляли, что мы сможем получить вакцину менее чем за 100 дней, заявил Бурла. Выявлять заболевание сердечно-сосудистой системы и назначать эффективное лечение станет проще. Компьютерная томография стала доступна пациентам еще одной больницы Шимкента. К нам поступил пациент с экстренной госпитализацией, у него было высокое давление. Мы сняли томографию, чтобы выявить, был ли у него инсульт. На снимок уходит 2-3 минуты. Далее обработка еще 5 минут, и мы уже точно знаем диагноз. Раньше врачи первой городской теряли драгоценное время. Приходилось на скорой отправлять пациентов с инсультом на экстренное обследование в другие медучреждения. Этот аппарат был необходим для нашей больницы. Он очень быстро выдает диагностические данные, ведь в случае инсульта и шимической формы мы сможем оказать на месте пациенту помощь. Эта больница стала 22-ю по счету оборудованной дорогостоящим аппаратом для исследований сердца, мозга и легких. Компьютерный томограф приобрел инвестор за 250 миллионов тенге. Иностранные поставщики дали гарантию 10 лет. Это аппарат компании Bayer. Есть пациенты в критическом состоянии. Мы можем сделать в контрастный снимок. Кроме томографа, бизнесмен подарил медучреждению аппарат ультразвукового исследования и маммограф. Ежедневно за медицинской помощью в первую клиническую больницу обращаются свыше 200 пациентов. Врачи удивляются, как она вообще выносила ребенка. А она уже улыбаясь говорит, что готова родить второго. Несмотря на ограниченные возможности и испытания, выпавшие на долю 29-летней воспитанницы детского дома, Зарета никогда не оставляла мечту стать матерью. Сегодня ее выписывают из роддома с долгожданным первенцем. Малыш родился путем кесарево-сечения. Врачи назвали рождение здорового ребенка чудом. Мальчика назвали Даниалом. Спасибо ГПС Нурсату. Условия здесь очень шикарные. Если рожать, то только здесь. Приобрела смысл жизни. Теперь буду делать все возможное, чтобы сыну достойного воспитания дать, поднять на ноги. У инвалида первой группы хрустальная болезнь ног. С рождения нет кистей на обеих руках. Несмотря на это, Зарета ведет активную жизнь. Поет, танцует, участвует в благотворительных концертах. Всю свою жизнь она обслуживала себя сама. Молодая мама уверяет, что справится и с шум. Очень такая целеустремленная, жизнерадостная. И то, что произошло в ее жизни, это событие не только года, а всего века. Потому что, можно сказать, прям смело, что она вымолила этого ребенка у Всевышнего. И ребенок пришел на свет. Я впервые стал дядей. Но она всегда все делает самостоятельно. Она не умеет жаловаться. Она только идет и просто делает из невозможного возможным. Это все Зарета. Это настоящий пример для многих девушек. Мы с удовольствием поддержим Зарету. Конечно, у Зареты всякое бывает. И поплакать хочется и себя пожалеть. Но она не позволяет себе это делать. Тем более сейчас, когда малыш нуждается в заботе, внимании и любви. В том, что когда-то не дали Зарете ее родители. В эфире программа Медикон. И сегодня у нас в гостях врач-кардиохирург, председатель правления Центра сердца Шумкента Сугинбаев Дархан Журобекович. Здравствуйте. Добрый день. Большое спасибо за то, что пришли к нам сегодня в студию. Как ваше настроение? Отлично, спасибо. Здорово. А в первую очередь расскажите немного о себе. Сколько лет вы уже работаете к кардиохирургам и как вы пришли вообще к этой профессии? Ну, начнем с того, что я вообще коренной житель нашего города. И вырос и закончил школу здесь. После окончания школы я погнался за знаниями в столицу нашей республики, в тогдашнюю новую столицу Астану. Я хирург во втором поколении и медицина мне была уже знакома еще с детства. Поэтому, в принципе, выбор будущей профессии для меня был уже очевиден. И я поступил в медицинскую академию. Среди всех хирургических специальностей кардиохирургия всегда занимала особое место во всем мире, так же, как и у меня. И ближе к моему окончанию института в Казахстане была утверждена программа развития кардиологической и кардиохирургической помощи населению республики. Утвержденная, инициированная Астана Бишевича Назарбаева. Там был приглашен ведущий кардиохирург с мировой известностью, Пиа Юрий Владимирович. И это только придало мне уверенности в том, что я должен стать кардиохирургом и хотел попасть именно в его команду. Я понимал, что для этого должен был получить передовое образование. Как раз тогда была утверждена программа fellowship в кардиохирургии в рамках международной образовательной программы Балашак. Кстати, тоже инициатива нашего первого президента. Я не мог не воспользоваться этой возможностью и поступил по программе Балашак в научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бахулева в Москве. Окончил этот институт и дальше полученное образование проложило мне путь в команду Юрия Владимировича Пиа. Как раз тогда открыла свои двери новая клиника в столице, Национальный научный кардиохирургический центр. И сегодня мы являемся свидетелями того, что Национальный научный кардиохирургический центр стал брендом Казахстана в медицине на мировой арене. В частности, в кардиохирургии. И под руководством моего учителя и наставника Юрия Владимировича Пиа я получил колоссальный опыт. В этом году мне выпала огромная честь и огромная ответственность вернуться в родной город и возглавить кардиоцентр нашего города. На сегодняшний день Шимкент – это один из самых больших городов страны, которые по достоинству имеют статус города республиканского значения. И, конечно, для меня огромная честь служить народу нашего города, нашей области, работая в единственном центре, который оказывает все виды кардиологической, кардиохирургической, аритмологической и интервенционной помощи населения не только нашего города, но и всей области в целом. Также можно с гордостью сказать о том, что показатели нашего центра – одни из лучших показателей по всей стране. И на сегодняшний день наша клиника на этапе присоединения к кардиоцентру города Нур-Султан. И дальше мы планируем, планируется слияние, мы планируем стать частью академического центра Назарбаев университета. Это дает нам огромную возможность развиваться по трём направлениям. Это развивать нашу клиническую деятельность, повышать нашу образовательную деятельность и заниматься научной работой на базе Назарбаев университета. Я считаю, что развитие медицины невозможно без развития этих трёх направлений. С недавних пор мы внедрили новейшую технологию в стенах нашего центра. Это имплантация искусственного сердца, это имплантация устройства механической поддержки левого желудочка, так называемого, LVAT. С уверенностью могу сказать, и мы делаем всё для этого, что мы станем вторым центром в Казахстане и во всей Центральной Азии, которая проводит трансплантацию сердца и выполняет такие операции. Сложные, да, и жизненно необходимые, важные операции. В кардиохирургии это высший пилотаж. Говоря об имплантации устройства поддержки левого желудочка, следует понимать глобальность этого вопроса. То есть суть заключается не в том, чтобы выполнить операцию ради операции. Для лечения такой категории пациентов всегда необходим комплексный подход. То есть существует целая дорожная карта, программа по выявлению таких пациентов, по наблюдению, ведению этих больных, лечению этих пациентов, не доведение этих больных до состояния, когда им показана эта операция. Если есть пациенты, у кого есть показания к операции, то это иметь возможность проводить такие операции и в послеоперационном периоде оказывать раннюю послеоперационную реабилитацию и наблюдать таких пациентов уже послеоперационную реабилитацию. То есть ввести мониторинг этих пациентов. Мониторинг. Во всей Центральной Азии, только в Казахстане, в частности в Национальном научном кардиохирургическом центре на протяжении 10 лет полноценно занимаются этой программой хирургического лечения хронической сердечной недостаточности, ЛВАТ. За 10 лет своей работы этот центр вошел в 20 лучших кардиохирургических клиник мира. И на сегодняшний день они занимаются обучением специалистов со всего мира. Это Российская Федерация, Украина, Белоруссия, Германия, в нем арабские страны, с Америки. В нашей стране за это время выполнено более 400 операций ЛВАТ. Из них более 50 пациентов с нашего города. Если взять в общем весь южный регион, то есть это Алмата, Тарас, Шимкен, Туркестанскую область, то это около 150 человек. То есть это почти половина из всех пропелированных пациентов. Представляете, какие-то расстояния между пациентом и клиникой, где ему оказывается эта помощь. То есть это очень неудобно и накладно пациентам, таких родственникам ездить в столицу, ожидать операцию, снимать жилье, дополнительные траты, отрыв от семьи и так далее. Конечно, не каждый может позволить. Именно поэтому, согласно дорожной карте, необходимо развивать эту программу, развивать программу хирургического лечения сердечной недостаточности, развивать программу трансплантации в нашем регионе. Ну и кроме этого, в соседних южных государствах эта программа еще не развита. И мы имеем сейчас возможность развивать медицинский туризм из соседних южных стран. Здорово. Вот как известно, недавно Бахаджан Пазилов заявил то, что в центре сердца Шимкента будут проводить сложные операции, как вы рассказали, по трансплантации сердца. Позволяет ли оборудование и знание наших шимкентских специалистов проводить операции? Главное, что у нас сейчас есть, это штат сотрудников. У нас есть очень грамотные сотрудники, все специалисты, все обучены. Вот у нас есть оборудование, мы имеем все возможности. При поддержке, конечно же, руководства города нашего, ЮМС и радиоцентра в Астане, да, начать эти операции здесь. Вот. Но другая главная проблема, эта проблема, в принципе, она есть во всем мире. Вот это проблема донорства. Да, это действительно проблема. Ага, потому что многие, да, люди нуждаются в пересадке сердца, а донорами уже могут быть, соответственно, посмертные, да, доноры. Только посмертные. Сердце всего одно, поэтому. А также вот, как всем известно, в начале декабря тоже были проведены сложные операции. Вы вместе со столичными специалистами сделали операцию, имплантацию устройства о механической поддержке левого желудочка. Расскажите подробнее, как прошла эта операция и как себя сейчас чувствуют пациенты, которые ее перенесли. На сегодняшний день мы выполнили уже три такие операции в этом году. Суть операции заключается в том, что это устройство берет на себя механическую функцию сердца. То есть функция сердца заключена, механическая заключается в том, чтобы он как качает кровь и обеспечивает весь организм кислородным, который доставляется с этой кровью. Пациенты с такой тяжелой, неукорабельной формой сердечной недостаточности, хронической сердечной недостаточности, у них очень большие полости и очень низкая сократительная способность сердца. То есть сердце не справляется. И это устройство берет эту функцию на себя. И первого пациента мы уже выписали, он уже приходил к нам через месяц на контроль, он чувствует себя вполне удовлетворительно, живет полноценной жизнью, до операции, если он даже лежать не мог, он находился в положении ортопноя, то есть он в отеках, он даже лежать горизонтально не мог. После операции уже на ранней реабилитации он уже делал несколько кругов по территории центра без одышки и без усталости. То есть на улучшение пошел? Да. Последние две операции сейчас пациенты стабильны. Одного пациента мы перевели уже в отделение, второй пока находится в реанимации, но имеется положительный динамик. А по времени сколько длились операции? Три-четыре часа. А вот расскажите, на фоне чего необходимы такие уже операции, как их называют мостом к трансплантации? Например, на фоне прогрессирующей ишемической болезни сердца. Развивается ишемическая кардиомиопатия. То есть сердце, это мышечный орган, его питаются коронарные сосуды, сосуды, которые питают сердечную мышцу, они отходят от основания аорты. Причина ишемической болезни это атеросклероз. Сосуды забиваются, стенки сосудов забиваются изнутри. И когда сосуд закрывается, та зона, которая питает этот сосуд, она не получает кровь. Отсюда и случается инфаркт, и эта зона отмирает. Соответственно, она не участвует в сокращении. Здесь все заканчивается либо летальным исходом, то есть инфаркт миокарда, либо пациент, если вовремя оперируется, то имеется какой-то процесс восстановления. Если же нет, то постепенно уходит в ишемическую кардиомиопатию, стенки истончаются, сократимость снижается, ему все хуже и хуже, присоединяется уже и недостаточности других органов, кроме сердца, из-за того, что недополучает кровь. Также инфекции, какие-то перенесенные инфекции могут привести к развитию миокардита и, соответственно, к развитию дилетационной кардиомиопатии. То есть любой человек может быть подвержен этим недугам? Да. Расскажите, сколько длится процесс реабилитации после таких операций? После операции обычно несколько дней пациент находится в реанимации, после этого он переводится в отделение, дальше активизируется и уже идет процесс реабилитации уже в отделении, где-то недельку, дней десять. То есть уже человек потом может вернуться к прежней жизни? Видите, еще здесь связано с доступом. Доступ идет через середину стернотомии, то есть грудная клетка пельзы пополам, да? Но потом в конце операции она ушивается. И здесь еще время на заживление костей. От трех до шести месяцев, пока эта кость полностью заживет, он немного ограничен в полной физической нагрузке. Потом также человек находится в листе ожидания сердца, и все это время он живет с этим механизмом, как поддерживающим, да? А примерно сколько человек может ожидать сердца в листе ожидания? На сегодняшний день в листе ожидания около 150 человек в Кыргызстане. Из них около 40% это жители южного региона. Ну, здесь кто-то доживает, кто-то нет. И каждый год это число, количество увеличивается. А скажите, как можно вообще стать донором? Донором на ЕГОВ. Там есть такая функция, где по этой программе, получается, можно стать донором. При жизни, то есть человек заполняет? При жизни, да, при жизни. На сегодняшний день, насколько я помню, больше 15 тысяч человек дали свой ответ, но из них около 3 тысяч дали согласия. Стать посмертным донором. Стать посмертным донором, да. А расскажите еще, пожалуйста, как коронавирус повлиял на сердце, какие сейчас заболевания увеличились? Конечно же, коронавирус подкосил пациентов, имеющих среди сосудистой патологии, особенно тяжелых пациентов, особенно пациентов с хронической сердечной недостаточностью. А расскажите, как следить за сердцем? Как часто нужно проверять его? Какие необходимо сдавать анализы, когда появляются уже какие-то недомогания в области сердца? Если появляются какие-то подозрения или недомогания, нужно сходить к кардиологу и пройти стандартное обследование. Это какое? Расскажите, пожалуйста. Ну, кардиограмму, сделать УЗИ сердца. Большое вам спасибо тогда за то, что вы пришли к нам сегодня, поделились очень интересной информацией. Очень здорово, что есть такие в нашем городе специалисты, как вы, которые проводят такие сложные и очень важные для жизни пациентов операции. И что бы вы хотели пожелать напоследок нашим телезрителям? Хочу всем пожелать только здоровья и успехов. Спасибо большое вам за то, что пригласили. Сложно представить кухню, где на полочке со специями не было бы лаврового листа. Стоит всего один листок положить в кастрюлю, и через несколько мгновений из нее уже доносится тонкий пряный аромат. Однако эти душистые листочки вечно зеленого дерева еще также являются источником витаминов и микроэлементов. Что же еще полезно знать про это растение с нетривиальной судьбой, узнаете сегодня в рубрике «Все о еде». В разные времена про растение, которое, по мнению наших предков, обладает чуть ли не магическими свойствами, писали как проснадобье, способное справиться с множеством хворей. В пищу лавровый лист начали употреблять в VI-V веке до нашей эры. Тогда греки стали использовать его в кулинарии, поначалу добавляя в десерты. В тот же период с караванами торговцев лавр распространился по миру. В этом терпком ароматном листочке довольно много витаминов группы В – В1, В2, В9, а витамина В6 в 100 граммах почти суточная доза – 97%. Есть в лаврушке витамины А и С, а еще лавровый лист можно назвать чемпионом по содержанию марганца и железа. Настоящее богатство лаврушки – эфирное масло. Это его компоненты придают пряности тот самый чудесный аромат. Если говорить о том, как правильно выбирать и сохранить лавровый лист свежим, то надо соблюдать определенные правила, о которых вы узнаете далее. Самая главная поверхность качественного листка должна быть глянцевой оливкового цвета с серым оттенком. Такая пряность дает максимум аромата. Если же лист желтит или отдает коричневым, он не будет насыщенно пахнуть в блюде. Выбирайте листочки без повреждений, упругие. Крошащийся лист засушен давно. Если вы выбираете фасованную лаврушку в магазине, обращайте внимание на дату ее изготовления. Срок хранения лаврового листа – от 9 до 12 месяцев после расфасовки. Упаковка из фольги предпочтительнее бумажной, потому что не дает пряностей пропитаться влагой и посторонними запахами. Смотрите, чтобы пачка была без повреждений. Чтобы лаврушка дольше сохранял аромат, храните ее лучше в темной месте в стеклянной, керамической или жестяной емкости с крышкой. Подойдет также полиэтиленовая вакуумная упаковка с застежкой клапана. В общем, все, что может защитить пряность от доступа воздуха. Лавр – вторая по распространенности пряность в мире после черного перца. Она может использоваться как в свежем, так и в сушеном виде. При этом сухой лист сохраняет все полезные свойства. В первые блюда лаврушку добавляют за 5 минут до окончания приготовления, во вторые – за 10. Затем листья нужно вынуть, иначе они будут придавать еде горечь. А вот глотать лавровый лист не стоит. Он может проткнуть стенки пищевода и кишечника, а также повредить гортань. Кроме того, чрезмерное потребление продукта может привести к отравлению. Это все, о чем я хотела рассказать. Берегите себя и выбирайте полезные и качественные продукты. Областная клиническая больница Туркестанской области является ведущим медицинским центром региона, оказывающим высокоспециализированную помощь населению области. В отделении нейрохирургии оказывается весь спектр высокоспециализированных операций при заболеваниях центральной и периферической нервной системы, дегенеративных заболеваниях и последствиях травм позвоночника. В ортопедическом отделении проводится оперативное лечение наиболее тяжелых заболеваний костей и суставов современными технологиями, как эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов. Нашими ценностями являются служение пациенту, приверженность к качеству, командная работа и социальная ответственность. На этом программа Медикон подошла к концу. С вами была Елена Карпенко. И не забывайте, здоровье – это самое большое богатство, и его нужно беречь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова